друзья привет любите ли вы дороги автомобильные дороги так как люблю их я наверное да потому что некоторые из вас просят меня в соцсетях чтобы я поделился теми маршрутами где я снимаю свои видео потому что вас тоже манят именно такие направления где поменьше других автомобилей и побольше поворотов ну а может быть вы любите какие-то быстрые прямые почему нет главное любить ездить собственно и к автомобилям я пришел именно через дороги у меня ведь к автомобилям такая прикладная любовь я люблю не столько рассматривать их или изучать их конструкцию потому что для меня автомобиль скажем на выставке или в музее ну все-таки это немного не то безусловно надо подойти приобщиться к прекрасному осмотреть какие-то легендарные автомобили прошлого но все таки не будем забывать что даже самый неординарный суперкар создавался не для того чтобы он стоял где-то под чехлом или за огородочкой нет он делался для того чтобы ездить где-то по перевалам по серпантинам чтобы колеса крутились чтобы тахометр показывал предельные обороты автомобиль должен ездить прежде всего тем более что без дороги мы с вами никак не сможем понять а каким собственно получился автомобиль хорошим или не очень и вы наверное спрашиваете а что собственно тебя володя сегодня сподвигло пофилософствовать на тему дорог передвижения и всего остального можно еще сюда приплести например психоанализ потому что не будем забывать что дорога это отличный психотерапевт она помогает тебе решить какие-то проблемы или просто переключиться подумать о чем-то своем побыть в конце концов наедине со своими мыслями да все это есть особенно если ты едешь на подходящем и правильном автомобиле таком какой у меня сейчас и кстати это мой новый автомобиль друзья встречайте бмв 330 поколение е 92 вы наверняка помните что два года я тоже ездил на купе от бмв только поменьше это была единичка дизельная и с механической коробкой передач и я совершенно не собирался ее менять напомню что купила ее абсолютно недорого чуть больше чем за пол миллиона рублей до пробега не было около ста семидесяти тысяч километров но она ездила абсолютно без проблем на какие-то мелочи я закрывал глаза с учетом цены и пробега я и это прощал но тем более это просто обычный семейный автомобиль который на удивление оказался очень приятным в езде у него симпатичный баланс поворачиваемости в целом единичка она все-таки отличается от трешек она менее серьезная менее взрослая на ней как-то ну не знаю чуть чуть другое совершенно настроение и наверняка сейчас я бы тоже ездил на этой дизельной единички потому что минимум расходов минимальный расход топлива хорошая динамика после чипа машина ехала очень бодро приятная управляемость что в конце концов еще надо мне было не нужно абсолютно ничего пока внезапно в один весенний денечек мне не скинули объявления продажи именно этого автомобиля я сам даже его не искал поговорил с владельцем алексеем мне он уже тогда показался очень неординарным человеком в том что касается отношения к автомобилю мы в этот же день договорились о встрече и буквально первая секунда когда этот автомобиль покололся перед моими глазами я понял что это абсолютный вариант из ряда вон без особых расспрашиваний и длительных осмотров стало понятно что машину этого поколения в близком состоянии я видел ну наверное лет 10-12 назад когда они были новыми и из пресс-парка мы их забирали и ездили на дмитровский полигон делали какие-то тесты потому что без всяких условностей без каких бы то ни было скидок это действительно новый автомобиль по техническому состоянию а в том что касается внешности или салона ну мне кажется местами он даже лучше чем новый и в таком состоянии автомобиля нет абсолютно никакой моей заслуги все это сделал алексей абсолютно удивительный человек который не хочет становиться публичным и он отказался сам рассказывать про свой ну проектом это не назвать это игрушка это действительно человек вложил сюда просто душу но вот так ему хотелось и это ему было интересно и чтобы вы лучше понимали подход этого человека давайте я вам сейчас просто прочитаю объявление на автору которое он написал про это купе в начале о плохом 272 силы это на 20 2050 рублей в год больше чем за до налоговые 250 лошадиных сил знаю без калькуляторов просто по сравнению с другими моими машинами у которых по 250 лошадиных сил иными словами это плюс 1837 с половиной рублей в месяц тут уже без калькулятора не обошлось не так много чтобы лишать себя удовольствие за рулем теперь о хорошем действительно хорошим красивая бмв с механикой и не стареющим салоном до меня предлежало известному автожурналисту и редактору поэтому в основном простаивала в гараже его слова из объявления атмосферник 6 цилиндров 3 литра 272 лошадиные силы задний привод м-пакет вес салон подвеска пробег 42000 редкая версия limited sport edition салон отстрочен синей ниткой диски бмв моторспорт большие рестайлинговые зеркала выпущена в германии под заказ гладкая панель никакой устаревшей мультимедийки дальше чуть добавлю от себя до ее покупки я пересмотрел вернее перепроверил машин 20 каждая с небольшим пробегом причем 10 из них с эндоскопией цилиндров и это была единственная устроившая меня почти по всем критериям после покупки пробег был 42 тысячи километров в начале в сервисе сергея смирнова была обновлена техническая часть заменены амортизаторы бачок гур свечи а кб маслосъемные колпачки заслонка диса ванасы цепь куча прокладок сальников резинок уплотнителей фильтров пыльников и так далее все жидкости установлен термостат корректор чтобы мотор всегда был в оптимальном температурном диапазоне n52 b30 кстати не имеет конструктивных проблем с поршневой как n52 b25 а благодаря комплексному обновлению термостат корректору и замене масла каждые 5000 километров не будет иметь проблем вообще заливается масло ксенум vrx 7.5 v40 после этого была полная проверка исход развал в level performance затем дитейлинг в sapun lab который включал себя полировку и покрытие керамикой кузова химчистку салона мойку моторного отсека перекраску дисков бамперов капота накладок порогов накладок зеркала конных молдингов оклейка прозрачной полиуретановой пленкой сантек капота накладок порогов накладок зеркал заднего бампера рядом с колесами фар фонарей противотуманных фар замену противотуманок декоративные ставки заднего бампера еще чего-то по мелочи чуть позже было заменено лобовое стекло естественно оригинальная клима комфорт в рейс порт были заменены все тормозные диски колодки колодки ручника пружинки старый не выбрасывал там же заменено масло в дифференциале и в коробке передач установлены новые ноздри установлен сток глушитель предыдущий владельцы использовал performance он в комплекте но слишком громкий на мой вкус установлена оригинальная углепластиковая распорка стоек для красоты оригинальный комплект уменьшения хода рычага переключения передач постараюсь больше не использовать слово оригинальный потому что все оригинальное еще новое по мелочи педали акселератора крышки ступиц колес на зимних вращающиеся на летних обычные щетки стеклоочистители газовые упоры багажника кнопка крышки багажника крышка заливной горловины бака уплотнитель двери вы еще не потеряли нить да уже почти четыре минуты я вам читаю объявление и этот просто по сути список того что алексей в этом автомобиле поменял или сделал новым штатный комплект инструмента сервопривод блокировки лючка бензобака у планетели капота ключи и вот здесь очень важный момент чтобы вы понимали что же это за человек про ключи в них используются аккумуляторы которые очень сложно заменить чтобы ключ не потерял заводского вида заказать новый ключ у дилера в россии нельзя но даже тогда было нельзя не потому что дилер не существовал потому что запрещен ввоз устройств работающих на этой частоте поэтому заграничного дилера были заказаны два новых ключа а в одном из первоначальных но и был заменен аккумулятор и я им пользовался в итоге имеем четыре ключа в комплекте два абсолютно новых ужас вы наверное поняли да и я сразу вам скажу что не то что в этом объявлении хоть что-то приукрашено или добавлено от себя нет это даже далеко не все чтобы вы лучше понимали степень и уровень отношения этого человека к автомобилям я расскажу вам такую историю что это бы вы хранилась на многоэтажном паркинге не открытом закрытом но все-таки в нем тоже есть пыль и алексей купил пылесос чтобы специально уборщик на этаже пылесосил весь этаж чтобы проезжающие машины не пылили и пыль не ложилась на автомобиль вы представляете мне честно говоря вот сейчас еду я на собили немножко мне даже как-то больно от этого потому что совершенно очевидно что для алексея это 330 стала ну чем-то не то чтобы в вроде культа но именно такой вот игрушкой в которой он ну вложил все что хотел он действительно превратил этот автомобиль в новый поездил совсем немножко потому что жизненная ситуация изменилась и вот получилось так что автомобиль оказался на продаже и он оказался в моих руках и оказался он действительно наверное за дорого потому что это была одна из самых дорогих Е92 на рынке, ровно 2 миллиона рублей я за нее отдал. Я уже лет 10 езжу на этом поколении BMW, третья серия, X1, первая серия, я как-то вот ко всему этому привык, мне все это очень нравится, от этих приборов, ну, я просто млею вечером, когда вспыхивает эта оранжевая подсветка, не хочется просто мне из этого автомобиля выходить. Поначалу я немного ворчал, потому что на фоне моей единички здесь вот не такое чистое реактивное действие около нуля, но все это лишь на низкой скорости. Оказалось, что Е92 это такой настоящий автобанный стайр, ну или просто быстрый автомобиль, который начинает оживать только после 100 км в час. К сожалению, это уже запрещено правилами дорожного движения, вот такой оказался конфуз. На ходу тройка воспринимается более взрослым, автомобилем она действительно не столь охотно, наверное, меняет курс как единичка, но меня поражает ее устойчивость. Сейчас автомобиль на заводском сетапе по шинам, спереди 225-й, сзади 255-й, и у него просто железобетонный запас устойчивости. У меня даже вышла оказия, я несколько кружков проехал по Москва Рейсвей и могу сказать, что нет, это, конечно, не гоночный абсолютно автомобиль. Настройки скорее безопасные, но уровень сцепных свойств, работа тормозов, двигатель, который приятно поет после 5000 оборотов, все это действительно сложилось в какой-то такой приятный ансамбль, приятный баланс, который тебя радует каждый день, потому что, напомню, это последний в истории BMW атмосферный двигатель. Рядная шестерка N52B30, биметаллический блок цилиндров, хитрющая головка блоков, в которой есть, во-первых, не только двойной Ванос, но и Вальветроник, и ДИСа, все абсолютно самое современное, самое хитроумное, что BMW разработала для своих атмосферников. Когда ты углубляешься в эту технику, то, конечно, диву даешься, как же это все может работать. А оно работает, причем не только у меня на машине с пробегом 60 тысяч, но и на тех, которые пробежали уже далеко за сотню, а то и за пару сотен тысяч километров. Купил я этот автомобиль еще весной, но, наверное, вот сейчас я уже окончательно понял, за что же, собственно, я заплатил. И, кстати, я абсолютно не пожалел, потому что вот это ощущение абсолютно нового автомобиля, только в кузове Е92, оно действительно дорогого стоит. Но лично для меня это же абсолютно все субъективно. Я не говорю, что вам советую делать точно так же. Наверняка это не самый умный поступок, потому что при перепродаже я никогда эту сумму за нее, ну, не получу. Но самое-то главное в том, что я абсолютно не планирую ее продавать. Как-то втянулся, присиделся, и мне действительно нравится. Я много лет ездил на легковом дизеле и уже позабыл, каково это, когда ты подкидываешь обороты педалью газа, включаешь третью, и вот, с четырех с половиной пять, шесть, шесть с половиной семь, четвертая. Мне очень нравится, как эта машина ведет себя на высокой скорости. Новые М-амортизаторы – это вещь, я вам хочу сказать, потому что абсолютно не жестким получился автомобиль. Это купе отлично глотает даже жесткие стыки на третьем кольце, но при этом едет очень плоско-параллельно. Мне нравится, как эта машина работает с волнами, как она отрабатывает сложный рельеф в поворотах, где-то разгрузилась, присела, ты все это прекрасно понимаешь. Действительно, отменный баланс управляемости и комфорта на этой М-подвеске, даже на 18-дюймовых колесах. Хотя, не скрою, для некоторых дорог было бы лучше иметь все-таки 17-дюймовые и более высокопрофильные. Все-таки N52B30 – это вещь, да? Наверняка многие напишут, что да он не едет на свои 272 силы. Но, друзья, низкие 6 секунд именно этот автомобиль у меня показал, максималка за 250 км в час. Почему не едет? По-моему, вполне. Это как раз тот самый уровень, что у тебя заявлен в технических характеристиках. Но... Поет, поет. Как приятно. Даже если какой-то вязкий поток, но, наконец, ты из него вырываешься, включаешь вторую, и вот с этим рокотом, с этим таким прикольным баритоном, даже стандартного глушителя, ты выкручиваешь этот двигатель туда, под отсечку, к 7000 оборотов. И самое-то главное, что на этом автомобиле интересно искать новые дороги. И именно сегодня я нашел такую, где она раскрылась с неожиданной стороны, как очень интересный дрифт-мобиль. Да, здесь открытый дифференциал, есть только вот эта электронная имитация, когда тормоза подкусывают вращающиеся колеса, и с помощью них у тебя получается, как будто самоблок. Все это, конечно, работает не лучшим образом, когда высокий уровень сцепных свойств, но именно на этой дороге оказалось влажно, и, знаете, я получил настоящее удовольствие. Единственное, что мне не очень нравится в этой Е92, так это то, что здесь электропривод сидений, значит, само кресло, это, кстати, спорт-кресло, одно из самых удобных во всей автомобильной индустрии, стоит выше, чем если бы регулировки были механическими. На прежних моих и трешки, и единички всегда были механические сидения, и там сиделось лично для меня получше. Причем удивительно для многих, но не для меня, что как только ты ставишь обычные шины, а здесь стоят именно такие, не Run Flat с мягкой боковиной, даже на колеях тройка удивительно устойчива, несмотря на то, что ширина шин спереди и сзади разная. Ну и, конечно, по уровню комфорта она заметно отличается от единички, прежде всего по уровню акустического комфорта. Это тихая машина, несмотря на то, что здесь безрамочные окна, все равно даже 200 км в час это не проблема, где-то после 220 начинает уже заметно шуметь вот здесь в проеме, но все-таки не часто мы ездим с такими скоростями, хотя этот автомобиль просит для него, но буквально крейсерскими становятся именно те самые 180-200. Очень уверенно 330-я едет с этими скоростями, железобетонная устойчивость напрямой, невысокий расход бензина, при этом порядка 11-12 литров, и все еще солидный запас под педалью газа. Мне действительно нравится этот двигатель, ровный, атмосферный, но при этом с очень хорошей жирной серединой, тянет он уже с самого низа, да, возможно, у него нет такого взрывного роста оборотов, такой взрывной отдачи мощности, как это было на Toyota GR86, с которой мы делали несколько параллельных стартов и с места исхода, и вы знаете, самое удивительное, что несмотря на то, что здесь 3 литра, этот GR 2.4, он на корпус отъезжает от 330, и так этот зазор и держит до самой высокой скорости. Боком едет, звучит по-настоящему и честно, выглядит красиво, для семьи места полно. Мне кажется, я действительно нашел отменный автомобиль на каждый день. Вы знаете, такая переходная ступенька перед Porsche 911. Ну, во всяком случае, я, наверное, так для себя это отметил, но сейчас я уже не очень понимаю, нужен ли мне вообще будет Porsche 911, и зачем, и самое главное, когда. Потому что действительно, вот эта 330-я стараниями Алексея вернула меня, ну, лет на 10 минимум назад, потому что, ну, она абсолютно не воспринимается, как автомобиль, которому уже больше 10 лет от роду. Нет, во всем. Вы только посмотрите, какой здесь интерьер, какого он уровня. Здесь ничего абсолютно не потерто. На руле вся фактура, ну, внешний вид, я думаю, вы уже тоже оценили. То есть, эта машина воспринимается абсолютно, как, ну, не знаю, максимум ей год от роду. И, честно говоря, за этим рулем я сам словно помолодел, потому что, ну, действительно, не ожидает, что в 2022 году ты сможешь ездить на фактически новом автомобиле только из 2010-х, из золотой эпохи автопрома, из того времени, когда делались, на мой взгляд, самые лучшие автомобили в масс-маркете. И вот эта Е12 абсолютно точно занимает там свое место. Спасибо, друзья, что смотрели. Ищите для себя интересные дороги. И увидимся через неделю.